А вы скажите, интересно, почему у вас все-таки маленький процент американцев? Почему не идет много американцев заниматься? Я вам отвечу. Американцам гораздо правильнее было бы у нас тут быть. Американцы вообще вылетают как из пушки отсюда. Вы не представляете, американцы, каждый хочет. Американцам уже нет войти. Индусы, русские. Раз, два и обчелся. Каждый американцы хочет. Хочет, хочет. Вытесняем здесь. Какой индус не хотел бы нанять американцев? Нет. Поэтому, когда к нам американец попадает, господи, его на части рвут. Но от американцев нет рефералов. Вот такая история. Вот, допустим, успешный китаец – это, может быть, 8, может быть, 10 человек в течение года придут от него. А успешные русские, успешные индусы – может быть, 2, может быть, 3. В течение нескольких лет вся семья там потихонечку придет один за одним. Успешный американец. Почему они все успешные у нас? Это никогда. Никто не придет. А что ж такое? Они, может быть, стесняются, может быть, не принято. Я не знаю. Может быть, мы как-то не вписываемся в их представление о том, где надо было бы быть человеку. Поэтому он уже терпит за результат. Но, допустим, кому-то сказать он уже не может. Я не знаю, почему. Ну, менталитет тоже. У меня в онлайновом классе больше американцев, чем тут. И очень классные, кстати, очень, очень хорошие. У нас бывают американцы, но опять, вот присланные через какие-нибудь сервисы. У меня вот есть Мэтью, американец один. Он три срока отслужил в Афганистане. Три ходки делал в Афганистане. А сам закончил Бёркли по электрикал инжиниринг. И в армию пошел. Вот надо ж такой. И там его как следует тряхануло. То есть он был очень не в себе паренек. И его все службы там не могли ничего с ним сделать. И вот к нам прислали. И София его туда на интершип, сюда на интершип. А у него такой худ на голове, да, как по-русски? Капюшон. Капюшон. Капюшон, наверное, французское слово. Ну, неважно. Он сидит французским словом на себе. Вот он так сидит, значит, и София ему говорит, там, вот туда, вот сюда. И он ей говорит, Everybody gives me shit. Why do you care? И вот он приходил пару дней назад. Он сейчас менеджер какой-то большой. Чего? Он продвинулся сильно. Совершенно изменился, в принципе. Кардинально. Но просто психотеки пришел. Ну, нет. Нет, не настолько. Прямо это же не Киев, что он говорит. Вот, сразу, значит. Но... Вот так вот. Интересно, интересно, да. Это интересный момент. Нет, я не знаю, почему нет. Казалось бы, приходите, мы рыканься, я вот чаем угощу. Нет. Ну, да. Не ходят. Да, да, да. У меня еще буквально парочка вопросов. Давайте. Скажите, вот, преподавателей. Как вы, кто у вас преподаватель, где вы их находите? Как вы с ними договариваетесь? Те, которые у нас фуллтайм работают, вот, как бы, на постоянной основе, они все когда-то у нас учились в разное время. Вот, допустим, Жанна, она пришла полгода назад. Она училась в 96-м году и пришла к нам с должности к ее директора. Там у них сокращение было, а я уже, так, ну, моих лет примерно. Вот, и я говорю, что ты будешь там ерунду заниматься, давай к нам. Класс. Вот, потом, причем она договорилась с той компанией, где она была к ее директорам, и нам дали доступ там повсеместно к проекту, и мы сейчас его тестируем. Супер. Значит, у нас Оля была тоже где-то году в 97-м училась. Вторая Оля была программистом по базам данных, у нас две Оли. И она так лет, так немножко за 40, она что-то почесала репу и говорит, что-то я устала от стресса, пойду-ка я в тестеры. Но, будучи человеком очень тщательным, она не пошла просто в тестеры, а пошла поучиться. Вот, она у нас поучилась, и потом в какой-то момент у нас тут же и оказалась, и работает, значит, тоже. Она очень-очень хорошо преподает. Вот это наш основной состав, такой педагогический. А вечером у нас тоже, у нас автоматическое тестирование Элли ведет, она у нас тоже училась когда-то. А молоденька, я ее знал в 10 лет, она приехала с мамой, которая у нас училась из Сан-Диего. Я ее знал в 10 лет, у нее сейчас своих уже трое. Но, в общем, она бесподобно преподает. Потом, ну, еще есть люди, там, далеко не все у нас учились, но, во всяком случае, есть. У нас тут PHD, кандидат в наук, вот, я сказал, лучше, чем в среднем российском ВУЗе, там, процент людей, которые... Так что у нас тут, да. Это не значит, что оно для чего-то тут это все нужно. Ну, да. Ну, просто я говорю про уровень людей, которые... Ну, да, 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 да. Вот, так что у нас учили еще нужно. То есть, вы, получается, у вас и здесь сарафанное радио работает, да, вот, кто отучился, потом приходит, кто-то возвращается. Да, как трудно было, когда я был единственный человек, который учил тестирование, и мне нужен был еще один. И, получается, что те, которые работают, ну, сколько они, полгода работают, ну, там, ну, год работает, ну, 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 бывают люди, как бы, талантливые педагоги, это видно прямо сразу, но, ну, опыта немножко надо, понимаешь, не с шестью же месяцами. Ну, во всяком случае, сейчас тоже, господи, сейчас только народу хорошего, можно десять школ сделать. Вот, а можно больше, чем десять. Супер. Вот что значит нетворкинг уже у вас? Это уже просто зрелость в индустрии. Пятнадцать лет назад, если бы вы пошли на интервью, а многие ходили, да, значит, вот, и большинство людей, которые бы с вами разговаривали там, они бы у вас учились, что такое тестирование, они не знали сами. То есть, большинство компаний и тестеров не имели никаких. Это вот они, наши выпускники были на тот момент первыми буквально. Мы задали стандарт. Я тогда сказал, тестер должен знать раз, два, три, четыре. И мы этому стали учить. Круто. И это стало стандартом индустрии, ну, лет на пять. Лет на пять. Потом уже появилось много народу, у которых развилось понимание, чего им надо. И стало больше разнообразия. Мы тогда тестировали Windows Applications. И вот я для этих Windows Applications, я, значит, сделал свой стандарт, и у нас все тестируют. А потом уже пошли вебовские, потом пошли там мобилки, потом там много чего, и этот стандарт как бы разнообразился очень. Вот, стало много, много нишек разных. А в тот момент вот так, раз и пошел. А я еще не знал, что мы первая школа в мире. Я просто школой школа, я учил, учил. Потом у меня такой, боже, а больше никого же и нет. А больше нигде и не выживешь, потому что такого рынка, как здесь, нигде нет. Ну да, и вот, кстати, интересно. У меня такое ощущение, что у вас нету конкурента. У вас конкуренты есть здесь на рынке? Вы вроде один, но одна у вас у школы. Есть два подхода к этому вопросу. Значит, есть подход такой как бы внутренний. То есть, допустим, есть ли кто-то, кто у меня забрал бизнес, который бы я хотел себе? Такого нет. С точки зрения такого чистого маркетинга, конкурентом является каждый, кто, в принципе, предлагает какой-то товар, похожий, без того, чтобы разбираться в разнице, качестве, цене и так далее. Есть курсы в City College, там они какие-то курсы, но их продуктом не является трудоустройство, но какие-то курсики есть. Есть какие-то люди без компьютеров, там, в Сан-Франциско вечерами собираются и что-то такое там поговорить. Есть такой субсидированный государственный такой, называется Adult Education Center, ну, не знаю, как назвать, вечерняя школа такая. И там тоже много-много предметов, очень много, они копеечные, потому что субсидированные. И там, в частности, есть курсы по тестированию. Но, еще раз, никто не говорит, если ты не нашел работу, то у меня проблемы. Мы существуем, потому что мы с этим справляемся. Когда мы перестанем справляться с тем, что люди находят работу, мы можем даже лучше это делать, но от рынка нет. Когда интернет-бум обвалился, мы не были плохими, но нет работы. И у нас, я учил классы по три человека в классе. И я знал, если сейчас брошу, я уже потом не начну. Я думаю, уже хрен с ним, пусть будет три. И мы начали страховой бизнес, и в этом страховом бизнесе учили маленькие группки по три человека. А потом они росли, 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 и мы продали страховой бизнес и остались со школы. Угу. О, классно. Вот тем же составом, что и школу. У нас те же люди работают. Ну, да, да. А вот смотрите, те, у кого нет, допустим, бывает такое, денег нет. Вот человек хочет обучиться, да, у него нет денег. То организация, вот здесь в Штатах есть, которая помогает. Правильно с этим? У вас какие-то идеализированные представления. Да. Значит, есть люди очень бедные, которые не работают или по здоровью, или там разные причины бывают. Значит, их пытаются вернуть к жизни. Так. Значит, есть такие социальные, всякие государственные программы, не только, которые дают людям, чтобы вернуть их к жизни. Лишь бы они только уже ушли с этого галфера и начали как-то зарабатывать. Есть такое. Но у нас таких практически, ну, за год, если один человек, значит, они не хотят, им нравится там. Их оттуда не выделишь. Значит, есть программы, когда люди теряют работу. Во. Конечно. Значит, если ты работаешь, платишь, наниматель за тебя платит налоги, там накапливаются денежки, и раз в три года, если это происходит, значит, раз в три года есть деньги. У них, по-моему, тысяч шесть на это дело отводится. Ты можешь шесть тысяч там потратить, но они должны тебе разрешить, они должны сказать, тебе это подходит. Скажем, если ты, я не знаю, допустим, был велосипедным рикшей, то тебе не пустят на курсы, там, потестируют. Угу. Вот. Но если ты был инженером каким-то, или там как-то, и так далее, они смотрят. Да, они платят деньги. Есть фонды, связанные с тем, что человек, например, травму получил. У меня вот один индусик был, инженер-механик, он где-то на станке работал. И там болванка отлетела, и ему ключицу перебило, и он... Это была особенно интересная история, потому что все было ничего до тех пор, пока он на практику не попал. Ну да. Когда он попал на практику, выяснилось, что он через два часа устает, это у него правая ключица была, он устает и не может мышку больше держать, она из руки падает. И я думаю, ну все. И они говорят, Майкл говорит, не спеши. Купили ему за 800 долларов мышку, которая управляется коленом. Ооо. Ага. И я когда выразил удивление, что я уже, такое бывает, они говорят, да ты даже не знаешь, что бывает. Ого. Такие бывают, что там по большим пальцам там на правой ноге. Ну в общем, да, такой вот был мужик. То есть есть деньги такие, но нет каких-то таких райских там, какой-то боженька там сидит, да на тебе бабки учись. Такого нет. Кроме того, когда у человека нет денег, есть две категории. Есть человек, у которого нет денег, а есть человек, у которого нет обязательств. Когда у него есть обязательства, он деньги может всегда пойти получить. Да он может взять, он может одолжить. Он может в банке одолжить, это может быть дороже. Он может у знакомых одолжить. Он может там еще где-то. Это не вопрос. Вопрос в том, что он не хочет на себя брать. Он говорит, а если у меня не получится, что деньги пропали. Ну да. У меня вот был один знакомый, там, я ему про страхование жизни рассказывал. И есть такое страхование жизни, которое там на 20 лет страховка. Ну, она дешевенькая. И он говорит, так что же получается, если я через 20 лет жив, пропали деньги? когда у тебя есть воля когда ты рвешься в бой тебе все помогают ну да и такие студенты конечно интересные правда которые рвутся в больницу таких и учить хочется у них результаты у нас была знакомая в сан-франциско у нее была вот школа тоже такая но она учила и учила программировать очень хорошие ребята были очень ответственным не был консалтинг это не было вот их бизнесом школу не был консалтинг компьютеры стоят давай будем учить и они бросили и она говорит шубе она газете деньги которые я здесь зарабатываю чтобы иметь дело вот с этими людьми которые она их ставим на свои проекты и они говорят да не поеду я сюда не поеду здесь мало то есть им надо было из-за было обеспечить понимаешь что они еще и они перебирали первую работу поэтому она закрывает меня последний вопрос а так каждый ваш ответ рождает еще вопрос а просто вы не блогер нет у меня уже мысль поселилась почему я не блогер почему действительно почему я не блогер все блогера да тогда я вас в гости приглашу так вот последний вопрос вот очень интересно вернуться туда 20 лет назад вот как вы начинали как вам пришла эта идея как вы делали первые шаги вот интересно вспомнить вот это начинание это в проекции на то как у вас или не 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 чтобы какая-то польза была но я бы написал и у меня есть видео на тему но понимаете как бывает что все держать не можешь то есть она мне не надо не то что я и хорошо зарабатывал у меня жена тоже этим занимается мы вдвоем не тестировщики в прошлом прошлом из инженеры связисты жилобляющих кандидат педагогических наук при этом к а я еще матфак университета потом таки образованы но когда вы сюда приехали мы не знали чем заниматься болтались вот в этой союз печати и так случайно сначала я потом я живу туда их моменту когда уже девяносчетвертом году в августе когда это все началось жена не хотела дико на пигула боже не связывайся у меня в москве еще был образовательный кооператива на ядовый не выиграть не надо для подписку брала что я никогда не буду школа не кидел сломалась и но это был какой-то такой драйв это я я не мог себе ничего сделать она просто меня тянуло я не здесь я не считал денег я не знал где там деньги откуда они будут я достала до тех 4 тысяч что сейчас но тогда классы были по 12 человек сегодня чтобы выдержать цену 4 20 лет спустя мы можем поставить 35 тоже классно то есть у вас в классе 35 человек в комнате что такое говорите 35 и до которые пришли заплатили день а еще 10 могут прийти из тех кто раньше учился и хотят повторить и так далее то есть у вас вот вот сколько у вас людей занимается у нас для классных комнаты вам если так вместить вместится человек 50 если набить в другую вместится ну 32 33 поменьше но опять мы мы не всегда разрешаем посещать скажем занятия набита народу мы не разрешаем то есть правило такое что мы денег не берем но надо чтобы разрешили большинстве классов своих нет такой проблему надо бывает какой-то что-то очень популярно решатного добилась уже места не вот допустим есть редкие какие-то классы куда многие бы пошли но это специальный класс под анемплоймент по тех кто уволенный и мы должны в первую очередь там посадить а что останется тогда уже ну смысл в чем якобы цена осталось то есть 20 лет одна цена и приходит поэтому больше людей поэтому он должен больше заниматься мы уже не можем ему столько времени уделить то есть я помню когда я учил классы 12 человек я учу там автоматическому тестированию или 15 ох как чувствуется конечно конечно а так 30 тоже вообще чувство 30 уже надо что-то придумать потому что ты уже не отбежишь 30 человек чтобы каждому починить что у него там не работает поэтому тебя больше людей выпадает из процесса поэтому он должен опять больше заниматься больше времени должен тратить или то должен платить не 4000 там 7 8 10 я не чувствую себя уверенным меня жена говорит что если народу больше чем ты можешь взять значит неправильная цена но она из общих соображений это говорит а я из конкретных соображений говорю что я бы лучше отобрал тех с кем лучше заниматься за те же деньги чем например тех кто готов больше заплатить не факт что они лучше ну да поэтому сейчас вы не отбираете то есть выберете всех большого такой говори нет мы находим очень несложный но примерно треть народа его не проходит так и что с ней у них нет шансов где-то могут пройти через месяц еще раз подготовиться нету зачем есть разные версии он тому же уровня сложности а если я скажу какой там тест вы очень удивитесь там надо folder там переименовать файлы разбросать да да ну вот они знаете они думают что они пользователи пришли каждый день там сильно смотрит онлайн но я пользуюсь компьютером я уже не буду там windows переустановить об этом речи нет но просто поэтому так он хочет ленточки носить на море служить не хочет возвращаясь к тому что вот вам хотелось это делать и дальше получается были одним человеком нет там была еще одна женщина которая разделяла эту идею она разделяла но как бы сказать в свою пользу расстались через год вот я уже достался значит ну да ну я же работал тестером я я вижу что происходит и невозможно сколько народа вокруг было знаете экономика то плохая и вот это вот беженская волна там все образованные такие там культурные там и над наук через одного не болтаются вот в проруби в союз печати союз печати вот я говорю все вот есть тоннель пошли и все говорят сейчас вас обманет там деньги заберет смоется посмотрите на него но хорошо да все были евреи сейчас вы сказали вот уже это не было причиной чтобы не пойти вот в общем и чего сказать было две группы 7 человек и 11 в разное время занимались 7 человек 11 и вот когда эта группа пошла смысле начала работу находить а перелом на рынке произошел где-то в январе 95 года вот девяносто четвертом и так заканчивали в ноябре и было не поймешь чего а с января их всех забил у сразу и тут же же очередь стал и тогда же взяли несколько групп а потом когда эти несколько групп уже такая очередь стала что тут на этом вывода цены классе было в то время это было 20 здесь прямо вот здесь будет соседнем здании и вот очередь по всей этой л камина такая очередь была длинная там приезжали приезжали одесситы говорили что вы там будем голову морочить вы скажите сколько это стоит чтобы уже за руку отвели нет да 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 вот я знаете заходила сейчас вот этот сьют соседний с вами там прямо написано школа портного сьют другой а потому что все люди туда идут и спрашивают а вы тоже зашли что ли да но я тоже зашла я же как все понимаете ну там знаки же стоят сюда там вот знаки пропустила разметка ну да ну то есть к вам людей вот идет больше большой поток людей потому что даже таблички соседние офисы ставят мы не школа портного идите дальше или что написано там сто один сто десять комната там они там написано сто они идут в сто ну да а ты говоришь за сто сто десять ну да они уже знаки поставили похоже я заплатил там за большие знаки за маленькие вот на паркинг там вот ведь два знака стоят вот это все чтобы они все оставят и попал не то что все но находятся веселух такая да михаил огромное вам спасибо так вы должны с почином а у тебя на любашу что мы наденем боже это меня меня этот моя публика не поймет стоя с москалем я украинский москаль да 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 вот михаил украинский наш наш человек у меня мама из кременчуга а папа из-под житомер вот видите как отлично чувствуется родная душа а жена за киеву каянка знаете очень приятно что ваши ответы такие вот простые настоящие без каких-то там замыливание если вот все гениальное просто вот теперь вот видите вот еще один секрет успеха нужно все записать люба я расскажу просто вы меня как сказать вдохновляет конечно и здесь за ребят переживаешь они видят только одну щеку вытянешь хочется на вас смотреть лишь так интересно вот слушать вы рассказываете запись нам мешает я поворачивалась особенно когда вопросы задавала я максимально поворачивалась украинский москал